Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер, главные темы выпуска. Есть где погулять и поиграть. В Самаре официально открыли Крымскую площадь и сквер Фадеева. Первый вице-губернатор уже без приставки в Рио. За кандидатуру Виктора Кудряшова областные депутаты проголосовали единогласно. Юные гения под присмотром опытных ученых. Пять самарских школ вошли в список РАН. За каждый будет закреплен куратор-академик. Принес колоссальные извинения. Дмитрий Билан записал видеообращение к самарцам. Самара почти полностью готова к зиме. Если быть более точным, на 92%, как официально отчитываются коммунальщики, до 15 сентября должны завершить все работы по ремонту теплотрасс. Трубы уже переложены на четырех объектах. На Садовой, Некрасовской, Ульяновской и Победе. На самом сложном участке, на Ташкентской, заканчивается работа на самих сетях. Переложено более километра теплотрассы. Но еще нужно привести в порядок сам участок. Не забывают работники коммунальной сферы и про ремонт самарских крыш. Всего в этом году планируют отремонтировать более 1300 кровель. На деньги из фонда капитального ремонта осталось привести в порядок 70 объектов. По кровлям, которые были повреждены и обрушены в период, по обрушенным кровлям у нас полностью финансирование закрыто. У нас осталось четыре кровли, которые работают на них в жилсервис. Одна кровля, три кровли в жилсервисе и одна кровля в завершении работ, которая идет по МП Самара водоканал. Прощайте у хабы и разбитая подвеска. В Самаре отремонтировали улицу Ташкентскую и обновили участок от Старозагоры до Черемшанской протяженностью 2 километра. Какую гарантию дают подрядчики, узнал Семен Безгинов. Жалобы местных жителей, предписание ГИБДД – все это в прошлом. В Самаре отремонтировали Ташкентскую на средства национального проекта безопасные и качественные дороги. За полтора недели обновили участок от Старозагоры до Черемшанской. Его длина – 2 километра, площадь – 16 тысяч квадратных метров. Всего в Самаре планировалось отремонтировать большими картами около 40 городских улиц. На это выделили почти 374 миллиона рублей. Но благодаря грамотному планированию этих средств хватило на то, чтобы отремонтировать дополнительно еще несколько улиц, каких именно решили, исходя из обращений жителей. При этом на качестве дорожного полотна не экономили. В рамках программы ПКАД нашли дополнительное финансирование, с помощью которого было выполнено еще дополнительно 11 объектов. То есть в настоящее время по программе ПКАД выполнено 51 объект на общую протяженность 50 километров. В дополнительный список вошла и улица Ташкентская. Она давно нуждалась в обновлении. Дорожное покрытие было разбито, просили колодцы. При этом здесь плотный автомобильный трафик, ходит общественный транспорт, ремонт участка от Старозагоры до Черемшанской, или ночью, чтобы не мешать движению транспорта, и выполнить работы за короткий срок. Колодцы монтировались на одном уровне с дорогой. Ремонт велся от борта до борта. Производится фрезерование покрытия от борта до борта, потом очистка основания от грязи пыли, установка люков инженерных систем в проектную отметку, розлив битумных вяжущих и укладка асфальта бетона. Потому что будет ровно дороги. Ходовка не будет ушатываться. Ну, яму ухабы. Сейчас сделать будет нормально. Приятно ехать. Гарантия на весь отремонтированный участок Ташкентской два года. За работой подрядчика велся постоянный контроль. Сейчас у заказчика к нему претензий нет. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. В Самаре на два уютных уголка стало больше. В городе официально открыли площадки, окончание ремонта которых с нетерпением ждали жители. Мария Левина сначала оценила лунный парк развлечений, открытый в сквере Фадзеева, а потом переместилась на настоящий курорт, Крымскую площадь. Официально открывают общественные пространства, которые преобразовали по программе формирования комфортной городской среды. В частности, сквер Фадзеева, хотя сегодня сквером его назвать трудно. Это полноценный парк с различными зонами, спортивными, детскими и, конечно же, концертной, праздничной площадкой. Тематика сквера близка Самаре. Космос. Поэтому и городок назвали лунным. Помимо огромной детской площадки, которая наполнена звонкими голосами, здесь установлены еще и уникальные игровые комплексы, аналогов которым в городе найти сложно. Например, этот, где малыши сами качают воду, представить себя взрослым и попробовать что-то новое – одна из главных детских мечт. Очень нравится детей не оторвать от площадки. Сыну непосредственно понравились футбольные площадки, мы потому что этим занимаемся. Вообще много площадок идет, чем заняться. Вернемся не раз, я думаю. Открытие такого острова приключений – это отличный подарок в день города, считают самарцы. Ура, 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 Самара! Я думаю, что этот замечательный сквер станет новой визитной карточкой города, ну и нашего района. Еще одна знаковая набережная появилась в Самаре, причем в самом сердце. Торжественно открыли Крымскую площадь, на которой воссоздали береговую курортную атмосферу. В городе на Волге даже нашли свое Айпетри – величественное здание 6-го конституционного суда позади Ялтинского маяка. И сломалась праздником! Ура! В этой части района было, ну скажем так, недоставало такого места, куда люди могли бы приходить, отдыхать, гулять семьями и просто наслаждаться природой, погодой. Поэтому очень радостно, что у нас появилось такое пространство. Фонтан нравится, вечером красиво, вечером он подсвечивается, фонтан. То есть нам здесь нравится. Мы живем здесь вот рядышком, так что нам повезло, что нам построили такую замечательную площадь. В реконструкции парка принимали участие сами жители. Они высказывали свои идеи и пожелания, которые учли в дизайн-проекте. И теперь можно смело говорить, что совместными усилиями все получилось. Сквер стал местом притяжения самарцев. Сюда заезжают и молодожены, чтобы сделать самое памятное и дорогое сердце фото. Прогуливаясь по площади, можно встретить самых разных персонажей. И девушек с тяжелой, но красивой ношей, декорациями знаковых мест Крыма. И севастопольцев из прошлого века, которые прибыли поздравить Самару с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Мария Левина, Николай Сидоров. События. На должность вице-губернатора, председателя правительства региона назначен Виктор Кудряшов. Депутата Самарско-губернской думы сегодня единогласно одобрили его кандидатуру. Напомню, Виктор Кудряшов стал исполняющим обязанности председателя правительства Самарской области после ухода с этой должности Александра Нефедова. В служенном списке Кудряшова, руководящий должности на крупных предприятиях региона, также он работал в Самарской мэрии, в региональном министерстве природопользования и лесного хозяйства на должности заместителя министра. Обязанности главы Кабмина исполнял с мая этого года. На пост председателя регионального правительства кандидатуру Кудряшова выдвинул губернатор Дмитрий Азаров. Вряд ли это мое предложение стало для вас неожиданным. Виктор Владиславович Кудряшов еще молодым специалистом, начав работать в Министерстве экономического развития под руководством Габибулы Равадановича Хасаева, имел возможность черпать его мудрости и знаний. В дальнейшем Виктор Владиславович прошел очень хорошую школу работы на крупнейших промышленных предприятиях. Этот путь, он, конечно, говорит о том, что человек абсолютно подготовленный. Я уверен, что каждый из вас мог в этом не раз убедиться. И я уверен, что наши совместные оценки Виктора Владиславовича Кудряшова в этой должности, как человека грамотного, опытного, ответственного и, конечно же, высокого уровня профессионала. Я, конечно же, хотел поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Ильича Азарова за то огромное доверие, которое он оказывает мне. Я думаю, что эта задача, она и для депутатского корпуса является задачей номер один. Это, конечно же, повышение уровня благосостояния, качества жизни граждан Самарской области. Задача непростая. Для ее достижения нужно приложить немало усилий. Но мы сегодня четко понимаем те направления, благодаря которым мы будем добиваться решения этой задачи. Председатель Самарской губернской думы, заслуженный деятель науки России Геннадий Котельников стал 66-й почетным гражданином Самары. Звание присвоили по итогам открытого голосования. На торжественной церемонии в городской думе побывала Лариса Шалафаст. Красивее место никогда не видел, так вспоминает свои первые впечатления о Самаре почетный гражданин города Геннадий Котельников. Он приехал сюда учиться более 50 лет назад и, признается, ни разу не пожалел о своем выборе. Это награда особая, понимаете. Вот я почетный гражданин Самарской области, я этим горжусь. Но для меня вообще ближе и дороже, что я почетный гражданин города Самары. Я люблю Волгу, я люблю людей, проживающих здесь, я люблю обстановку, которая у нас в городе. Не без проблем, конечно, у нас проблемы есть, без всякого сомнения. Но люди у нас особые, дорогие друзья, особые люди. Их надо чувствовать, их надо понимать и очень много для них делать. Они заслужили этого. Вся научная и творческая деятельность Геннадия Петровича связана с Самарским государственным медицинским университетом, в котором он прошел путь от студента до ректора. Он создал и 8 лет возглавлял совет ректоров вузов региона. Геннадий Котельников с 2018 года является председателем губернской думы. Мы гордимся каждым почетным гражданином. Все они уникальные люди, которые сделали для развития Самары потрясающие, очень знаковые вещи. Это касается, конечно, и Геннадия Петровича. Мое личное уважение к нему безграничное. Я его уважаю и как человек, и как профессионал, и как доктора, и как наставника. Мы гордимся, что именно в этот период работы Думы, что созывая именно такой человек, Геннадий Петрович Котельников, осматривалась. Мы эту кандидатуру, так сказать, единогласно ее одобрили. Геннадий Котельников стал 66-м почетным гражданином Самары. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Российская Академия Наук взяла под патронаж 108 школ в 32 регионах страны. Главная цель проекта – поддержать одаренных детей. Огромная работа запланирована как самими школьниками, так и с учителями. Базовые школы РАН оснастят необходимым оборудованием и лабораториями. Всего таких школ в Самаре пять, в одной из них побывала Мария Левина. Для выбора учебных заведений, которые вошли в итоговый список базовых школ РАН, при Академии создали рабочую группу, которая мониторила федеральные и международные рейтинги. В первую очередь учитывали количество медалистов и столбальников, призеров Олимпиад и участников научно-исследовательских конференций. В Самаре под такие требования подошли пять школ. Это приличный результат, это, конечно, при высоком качестве образования, которое существует в вашем регионе. Одним из таких учреждений в Самаре является лицей информационных технологий, на базе которого работает техноцентр, где основами робототехники занимаются дети, начиная со второго класса. Почти каждый месяц они принимают участие в различных соревнованиях и выпускают совсем не детские разработки. Моя птица машет крыльями. Таким образом, энергия человека передается в энергию механизма. Игорь Миронов учится в третьем классе. Уже год постигает азы робототехники. Таких юных гениев здесь тысячи. В этом году в лицей поступило 340 заявлений от желающих отдать ребенка в первый класс, а мест только 75. С получением нового статуса число желающих поступить в лицей возрастет, прогнозируют эксперты. Есть интерес большой на протяжении всех лет к нашему лицею, поскольку, наверное, информационные технологии за ними будущие. Сотрудничество самарских школ с Российской академией наук – перспективы сразу по трем направлениям. Первое – поддержка детей и формирование их исследовательских умений, чтобы при поступлении в ВУЗ с первого курса они уже могли полноценно включаться в научные проекты. Второе – работа с преподавательским составом, а именно повышение их профессиональной квалификации. И третье – совершенствование материально-технической базы. Причем последнее должно быть предметным, то есть технические школы оснащать лабораториями и оборудованием для исследований, гуманитарные и другими необходимыми конкретной специальности ресурсами. Чтобы у школьников были исследовательские навыки, чтобы после того, как школьник уже поступает и становится студентом, чтобы он уже входил в исследовательские проекты и в дальнейшем эти проекты вел на протяжении всей своей студенческой жизни. Для этого за каждой из пяти базовых школ РАН будут закрепляться кураторы из числа академиков Самарского университета. Они будут взаимодействовать как со школьниками, так и с учителями. Пригнозируется, что в результате такой работы после окончания высшей школы количество ученых и вместе с тем научных разработок увеличится. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, События. Дмитрий Билан принес, цитата, «колоссальное извинение» самарским зрителям. Он официально извинился за неудачное выступление на дне города. В своем инстаграме он записал четырехминутное обращение, в котором рассказал, почему оказался на сцене в нетрезвом виде. В воскресенье на площади Куйбышева выступали Зара, Денис Клявер, «Синяя птица», Александр Иванов. Хедлайнером масштабного праздника стал победитель Евровидения 2008 Дмитрий Билан. Самарцы с нетерпением ждали любимого артиста, но их ждало разочарование. Билан практически не пел, просил зрителей спеть за него, а сам в это время исполнял эротические танцы, иногда брал фальшивые ноты и даже уронил микрофон. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей, гримерки и вообще, в отеле выпил коньяк. Не рассчитал, совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни. Наступление Билана вызвало трепетные отголоски в душе не только самарского зрителя, но и, к примеру, Сергея Шнурова. Процитировать его стихи в эфире по понятным причинам мы не можем, но они общедоступны. Кстати, сегодня стало известно, что концерт Билана, запланированный на 20 октября, в Самаре отменен. Далее, коротко о других событиях дня. Сергей Филиппов сегодняшнего дня больше не исполняет обязанности министра культуры Самарской области, но все же продолжит работать в правительстве, правда, только на общественных началах. Глава региона Дмитрий Азаров поручил назначить его на пост своего советника по вопросам культуры. Об этом сообщает Департамент информационной и политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что основным местом работы Сергея Филиппова станет Самарский академический театр оперы и балета. Он будет трудиться там на должности руководителя. Уверен, опыт Сергея Филиппова будет крайне полезен как для развития творческой составляющей театра, так и его административно-хозяйственной части, отметил глава региона. Экс-министр культуры, в свою очередь, пообещал, что постарается оправдать доверие в должности руководителя театра оперы и балета. На трассе М5 Тольятти-Самара увеличили разрешенную скорость. Это стало возможным благодаря тому, что этот участок дорог отремонтировали. Теперь на трассе можно разогнаться до 110 км в час. Этот скоростной режим действует в пределах трех районов – Красноярского, Волжского и Ставропольского. Таким образом, будет увеличена пропускная способность участка федеральной дороги М5 «Урал», связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут Международного транспортного коридора Европа-Западной Китании. В Самаре завершается возведение Фрунзенского моста и строительство развязок рядом с ним. Сдать сооружения должны в конце текущего дорожно-строительного сезона. Специалисты уже забетонировали плиту проезжей части пролетного строения. Также завершают работы по гидроизоляции моста. Подолжает и строительство развязок на правом и левом берегах реки Самары. Как сообщает компания-подрядчик Самара «Транстрой», сейчас рабочие начали укладывать асфальт на улице Фрунзе перед будущим мостом. В трех кварталах Новокуйбышевска отключат горячую воду. Рабочие возводят неподвижную опору рядом с тепловой камерой на улице Свердлова. Это завершающий этап крупной работы по реконструкции теплокамеры, от надежной работы которой зависит теплоснабжение 80 многоквартирных домов. Но из-за этого с 10 по 15 сентября временно приостановят подачу горячей воды. Это коснется жителей кварталов 71, 72, 72 А. В границах улиц Свердлова, Карбышева, Ворошилова отметили теплоэнергетики. В Самарской области до конца недели будет тепло и сухо. Регион останется во власти высокого атмосферного давления антициклона. Погода ожидается по-летнему теплой, с максимальной температурой воздуха, близкой к 25-ти градусной отметке. Но в ночные часы по-прежнему будет по-осеннему прохладно. Существенных осадков не ожидается. Слабый северо-восточный ветер смеется юго-восточным, сообщает Приволжская УГМС. В среду, 11 сентября, ночью без осадков, ветер северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, днем без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 м в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 25. В четверг, 12 сентября, прогноз погоды ожидается таким же, как и в предыдущие сутки. Юные художники показали землю самарскую на полотне. Одноименная выставка открыла с галерея новое пространство. Более 100 различных взглядов на родной город. Каким его видит творческая молодежь, узнала Мария Левина. Все победители и призеры конкурса во славу земли Самарской, которых больше 100 человек, получили, наверное, самую главную награду для художников. Это участие в выставке. Картины увидит вся Самарская область. На ярких полотнах изображена история земли Самарской. Работы выполнены в разных техниках и стилях. Эти профессиональные истории – дело рук юных дарований. Юлия Голдунова на конкурсе представляет работу, которую хотела написать еще в детстве, когда в старом городе случайно свернула в незнакомый дворик и увидела дом своей мечты. Этой историей на полотне девушка показывает связь поколений, чарующую атмосферу самарских двориков в историческом центре города. Немецкий домик, который совершенно не свойственен самарской архитектуре, он как будто из сказки пристал. Я решила на картине запечатлеть, наверное, именно его, потому что, может быть, через несколько лет мы его уже не можем увидеть. На конкурс поступило более 500 заявок. Из них компетентная жюри, в состав которого входит Зураб Церетели, выбрали 15 лучших работ, авторы которых поедут в Москву, в Российскую академию художеств и посетят мастерскую маэстро. Я очень рад тому, что этот конкурс, конкурс творческий, художественный, во благо земли самарской, нашел такой отклик среди творческой интеллигенции, но что еще важнее, на мой взгляд, среди юных дарований. То, что я вижу и увидел здесь, это по-настоящему прекрасно, это действительно очень высокопрофессиональная, очень качественная работа, и, что самое важное, каждая из них наполнена любовью самарской земле. Увидеть воочию таланты родной земли можно в галерее «Новое пространство» до 22 сентября. Мария Левина, Николай Сидоров, События. О травле в школе, подростковом одиночестве и проблемах отцов и детей, Самарский дом молодежи поставил социальный спектакль «Жизнь не театр». Он рассчитан на школьников. Выход из любой, казалось бы, самой сложной ситуации вместе с актерами-любителями искала Валерия Куценко. Рассказать о проблемах подростков решили в Самарском доме молодежи. Они поставили спектакль «Жизнь не театр», цель которого – показать молодежи, что из любой трудной ситуации есть выход. Главная героиня, которую играет Алена Богданова, закрытый и одинокий подросток, над которым издеваются в школе. Как ей поступить, чтобы обрести уверенность, должны подсказать сами зрители в конце спектакля. Старшеклассница Алена Богданова рассказывает, когда ее пригласили исполнить главную роль, сразу согласилась, хотя от театра далека. Если они чувствуют себя одиноко, мы тоже им помогаем. И если они хотят пойти не по тому пути, мы попытаемся их направить на верный. Самое главное – не переживать, потому что все-таки школьное, все, что происходит, оно уйдет потом на задний план. Лучше перетерпеть этот черный период жизни и пойти вперед в светлое будущее, в котором все будет намного лучше. Проекту «Жизнь. Театр» третий год. Авторы постановок раскрывают невыдуманные истории о подростковых проблемах, наркотической, алкогольной зависимости, школьной травле и непонимании отцов и детей. После репетиции участники работали с психологом, который объяснял, как вести себя после спектакля, если школьники захотят поделиться своими личными историями. А диалог подразумевается – сценки специально поставлены с открытым финалом. Подобных проектов в Самарской области пока нет. И его особенность все-таки в том, что мы разговариваем, поднимаем насущные проблемы и разговариваем с ребятами на равных. Подростки, которые испытывают какие-то проблемы, они зачастую боятся или стесняются поделиться этим со взрослыми. То есть это могут быть их педагоги, могут быть родители, психологи в школе. Они не так им сильно доверяют, как своим сверстникам. Организаторы проекта планируют показать спектакли в самарских школах. В течение сентября подростки смогут увидеть 18 постановок. И еще один дополнительный показ пройдет с участием самих школьников, которые придут на премьеры и пожелают стать частью театрального проекта. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Вера, патриотизм, умение защитить свое отечество и уважение к древним традициям – то, что всегда отличало казаков. Раз в год приобщиться к уникальной культуре могут все желающие. В Самаре прошел ежегодный фестиваль казачьей культуры «Красноглинская вольница». Так что же это значит быть казаком, узнал Никита Борисов. Александр Мартышин уже пятый год учится в кадетском казачьем корпусе. Рассказывает, мечтает стать военным, хочет защищать свою родину. Александр вместе с другими кадетами часто принимает участие в разных фестивалях, где с удовольствием показывает свое мастерство владения шашкой. Ну, боевые, они изогнутые, в большинство случаев, иногда и прямые есть, но и точится она по половине, чуть меньше половины вот она точится, а вот здесь вот она не затачивается. Красноглинский район Самары на один день превратился в станицу. Там прошел уже шестой фестиваль казачьей культуры. Исторически казаки одни из самых лучших наездников, поэтому фестиваль традиционно начинается с соревнований по конному спорту. На нем свое умение верховой езды демонстрировали воспитанники Федерации любителей конного спорта по Самарской области. Также все желающие могли взять уроки мастерства по метанию ножей, стрельбе из лука и владению шашкой. А проголодавшихся гостей и участников фестиваля ждали национальные блюда полевой кухни. Стоит задача развития и укрепления казачьих традиций, казачьей истории на территории нашего региона. Ну, во-первых, казаки – это приводцы своей родины. И чтобы появить этот патриотизм нашим детям, поэтому проводятся вот такие вот мероприятия. Сейчас Ассамблея народов губернии запустила конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области-2019». Принять в нем участие могут журналисты и блогеры, у кого есть работы, посвященные теме казачества Самарской области. Проект стал возможен благодаря победе в конкурсе фонда грантов президента Российской Федерации. Никита Борисов, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров у нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегис» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова